Итак, у нас были задания на первый этап поэтического турнира «Малиного аккорда». Первое задание было. Напишите в любой классической форме на свой выбор стихотворение на тему «Далекие страны». И первым стихотворение Валерия Сюткина… Ой, извините. Валерия Писарева читает Ирина Сюткина. Я азиат, в кармане пусто, но дома почему-то не сидится. Вот доберусь до Златоуста, и я в Европе, за границей. Спасибо, собачка. Я думаю, что не все так оценили это стихотворение, как некоторые наши слушатели. Так, следующая Гия, пожалуйста, прочитай свой вариант. Так, «Далекие страны». Опять вовсю пестрят рекламами турфирмы. Вздохну, пошорков полустертым каблуком. А в сумке парочка пакетиков кефирных и до зарплаты, как до Африки пешком. Но мне далекие подмигивают страны. К себе зовут Алжир, Зимбабве, Камерун. Пойду, куплю я в супермаркете бананы и колбасу куплю из мяса кенгуру. И пусть мне ночью вновь приснится, как любовно лиловый негр меня погладит по спине. Бюджет советует, сиди на попе ровно, и муженька тебе достаточно вполне. Сгонять бы в Африку, мечты мои не слабы. Туда, где солнцем южным плавится февраль, Где крокодилы, море, пальмы, бабабы. А кошелек сказал, езжай на фестиваль. Своё задание на тему стихотворения «Далёкие страны» читает Ирина Сюткина. Самое длинное стихотворение в моей жизни. Хочу отдыхать по-советски, с размахом, как любит страна. И нужен мне берег турецкий, и Африка тоже нужна. Своё стихотворение читает Михаил Грин. Классическая форма «Онегинская строфа» на злобу дня «Дальние страны». Я год пахал на производстве, и вот с законной женой, С богословения руководства, собрался в отпуск трудовой. Идва в агентстве быстро-ловко нас обеспечили путёвкой, Уже туристский аэрбаз несёт к далёким странам нас. С утра мы нежимся на пляже, употребляя в нужный час, Что all-inclusive нам припас, себе не представляя даже, Что оператор наш урод уже полмесяца банкрот. Едва кончается неделя, прощай, уютный уголок. Нас выселяют из отеля, но чемодан берут в залог. Грядут хождения по мукам, вот секретарь посольства, Сука из кабинета гонит впрочь, не в силах, дескать, нам помочь. Вот представитель турагентства, предразъярённую толпой, Стоит, дрожит, едва живой. И вдруг в порыве декадентства, схватив из кассы депозит, В окно сигает паразит. Толпа за ним, конечно, следом, И мы с Марусиевым вдогон, казалось бы, близка победа, Но в этот миг ныряет он за угол и в подъезд парадной. Отту его! Но тут нарядный гвардеец нас за шорты. Хвать! Куда вы прётесь, вашу мать? Мы в Министерство обороны желанием мщения горя ворвались. Проще говоря, влетели русские вороны. Явился консул. Боже мой! Наутро мы летим домой! Следующее задание было Напишите стихотворение на тему «Светла моя печаль». Вот прочитает вариант Валерия Писарева, Ирина Сюткина. Я по улице иду, чешу бороду. Сколько же я ещё не сделала в этом городе? Ну, понятно, да? Поддержим. И очень удачные, по традиции, люди написали песню на эту тему. Пожалуйста, я приглашаю на сцену целый хор, который будет исполнять песню на стихи Михаила Грина на тему «Светла моя печаль». Хор на сцену! Ещё, 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 ещё. Быстро, быстро на сцену. На сцену не тормозите. Бежим, 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 бежим. Сюда, сюда, сюда. Сюда, сюда, сюда. Сюда, 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 сюда. Сюда. Вот ещё микрофон. Где я? Вот побуду микрофона. Побуду микрофон, согласитесь. Побуду микрофон. Эх, натура у меня широкая И душа не меньшей ширины По-уральски окая, да чокая Я шагаю, аж трещат штаны Люба мне судьбы хитросплетения Сокрушать удалой головой Враждовать тогда самозабвения А любить до кельи гробовой Враждовать тогда самозабвения А любить до кельи гробовой Для меня все черно, что не белое Не люблю туман полутонов Всех, кого встречаю в жизни смелая На друзей, лилю и на врагов Мне бы опечалиться по-светлому Да причины для печали нет Я ж любому чувству безответному А адекватный подберу ответ Я ж любому чувству безответному А адекватный подберу ответ Я вообще мужик с образованием За спиною вузы строй отряд Только обо мне и сострадания Он, дитя природы, говоря Говорят, мол, чудо огородное Обзывает чучелом шутя Ну так что же я, дитя природное И пускай дурное Но дитя Спасибо, хор! Автор сидел на стульчике Слушал внимательно и подпевал Так, следующее задание было Сочинить стихотворение От 4 до 20 строк Никто не уложился С обязательным использованием слов Престиж, отрисание, высший, клобук, ремесленник, либерал, опечатка Разрешается менять падеж Свой вариант читает Гия Житченко Ну я уложилась в форму-то Так Стихотворение называется «Монолог друга, не выносящего одного известного политика» Эй, великий либерал, высший в партии прохвостов Чтобы ты безбедно жил, я в казну плачу налог Сколько лет меня тошнит от речей твоих и постов Да чего ж репертуар твой, ремесленник, убог Маскируй колпак шута Под корону ли, клобук ли Выдавай себе болтун за козырного туза Если к лысой голове, например, приделать букли Возрастет ли твой престиж у имеющих глаза Так мне думалось Но нет веры фактам, веры числам Тот лживый лицемер-горлопанец столько лет В отрицании того, что зовется здравым смыслом Избиратели страны превзошли весь белый свет Вот и выборы прошли На душе привычно гадко Снова список первых лиц удивить меня не смог Только думаю, что в текст подло вкралась опечатка Где написано «Итог», там должно стоять подлог Сейчас свой вариант читает Михаил Грин Ну я просто поступил Рус сам по себе давая задания Все эти стихи сами написал Я их только уложил нормально Сижу, ожидаю задания и вдруг Приходит от Руста такая загадка Престиж, отрицание, высший клобук Ремесленник и либерал опечатка Составить изволь стихотворный продукт Используя этот набор по порядку Ремесленник и либерал опечатка Престиж, отрицание, высший клобук Худею от творческих жалких потук Никак на листе не уложится гладко Престиж, отрицание, высший клобук Ремесленник, блин, либерал опечатка А может со злости залезть в ноутбук И в Райме с 3.8 залить без остатка Ремесленника, либерал опечатку Престиж, отрицание, высший клобук Смежаются веки, порхают вокруг И манят, и дразнят, и пляшут в присядку Престиж, отрицание, высший клобук Ремесленник и либерал опечатка И слышится мне, каблучков, перестук Тот вальс довоенная, та танцплощадка Ремесленник и либерал опечатка Престиж, отрицание, высший клобук В следующий раз я, конечно, сделаю такое задание Чтобы нельзя было так вот выкрутиться Но молодец, да, согласитесь Последнее задание было следующее Компьютерный перевод выдал следующий текст Потолочные светильники, тени, лежат такие Как руки и ноги, скрещенные судьбу Напишите стихотворение на русском языке О чем это вообще? Ну, понятно Нет, Пастернака все угадали, да Но единственный, кто справился с этим заданием Был Валерий Писарев, город Челябинск Пожалуйста Ирина Сюткина прочитает его вариант Нет, лучше Валерий Сюткин Сказал подвыпивший отец, при этом рассуждая мудро Переплетение сердец не помогает Камасутра И все-таки, все-таки Я пользуюсь тем, что мы на сцене Попрошу Дело в том, что у нас одно из заданий Было Точнее, был второй тур И мы там играли в такие Стихотворные игры Например, писали Порошки Вот, например Что такое порошки? Это вот такое стихотворение Ну, раз преступник горько плачет И говорит Я не хотел Ремнем по попе заменяем Расстрел Вот Два 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 порошка прочитает Михаил Грин Одно из них про меня, спасибо За тонкой стенкой туалета Бумаги ломкой слышен хруст Достойно оценил поэта Руст Лирическое Когда б ты только понимала Насколько ты мне дорога Гораздо преже получала Врага Итак, спасибо нашим поэтам Был замечательный поэтический турнир Было очень весело Было очень интересно Лучшие стихотворения представлены Вашему вниманию Спасибо, до свидания